Здорово, стратегические жевжики! Как ваше НИЧОВО? Моё вот здорово, потому что я в ЦУ опять играю на последнем уровне сложности, на божестве, за Инка, с челленджем вырастить самые большие города в мире. Но подробности в первой серии. Если вы случайно наткнулись на это видео, переходите к первой серии. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. И там же ссылка на плейлист, где спонсоры канала всей серии могут увидеть сразу. Большое спасибо вам за поддержку. Давайте продолжать. Выключаю пысью свою с экрана. Всем школьникам, которые оторжались со слова пыся, рассказываю это с белорусского переводится мордочка. Так. Ну чё, тут разбираемся с барсучьим когтем. Потом мы с него барсучий жир и барсучью струю снимем. Сколько у нас тут осталось? 6 ходов всего же до следующей эпохи, до средневековья. Но вообще ощущение, что я как-то медленно развиваюсь. Хотя, возможно, это из-за сетевой скорости. Но науки у меня, конечно, мало вообще. Я даже пока не очень представляю, что я где-то буду кампусы ставить. А надо бы. Надо бы, конечно. Блин, надо решить вкус, какой у нас тогда кампус, где будет. Ну не хочу. Я тут, конечно, плюс 3, но я сюда не хочу. Сюда, понятно, не надо, потому... Кстати, а что у нас тут с престижем? Подождите-ка. Ну, тут высокий престиж. А, я ещё рощу не построил. Блин, думаю, что это тут нифига нету. Я ещё рощу не достроил. Я вообще даже тут ещё не достроил этот даже заповедник. Ну, то есть вот на этих клетках нельзя ничего строить. Ну, видимо, придётся куда-то сюда кампус ставить, к этой правительственной площади. То есть уберём пока. Жалко, конечно. Вот тут я ступил. Надо было реально сюда. Я надеюсь, тот, кто... Параллельно, кто со мной проходит, может, посмотрели мою ошибку и по-своему проходит. Вот сюда надо было просто заранее бахать кампус. Даже не достраивать его, предположим, да? Это вот ошибка. Здесь очень хорошее место. Ну, для Альянтай... Альянтай Тамбо... Подождите, а может для Альянтай Тамбо сюда заповедник-то... Я, конечно, понимаю, что плюс пять. Но согласитесь, и заповедник тут офигительный. Может, лучше кампус сюда на плюс три? Не, вообще тут... Не, вообще тут плохо заповедник. Он, видите, он две клетки. Он на морские клетки не действует, понимаете? И, соответственно, он повлияет только вот на эти... Ну, на эти горы он хорошо повлияет, блин. Да, слушайте, тут, конечно, вопросы поставить. Тут ещё же надо куда-то эти ставить. Террасы ещё где-то размещать. Они тоже тут много будут давать. Ладно. А, слушайте, вот это интересно, кстати. У нас такой челлендж, потому что я уверен, что... Много зрителей по-другому будет это всё играть. Так, рощу я тут сделал. Офигительные клеточки. Вообще, мне бы... Мне бы уже здесь, наверное, морские юниты. Давайте я, пожалуй, вот в следующем ходе... Я отложу здесь производство. И следующим ходом поставлю карточку на морские юниты. На что у нас сейчас тут стоит? Строители. Поселенцы. Ну, вот удвоен опыт для юнитов разведки. Это убрать надо будет. Поставлю на кораблике. Потому что нам надо... Навигацию по звёздам открывать ещё. Блин, навигацию по звёздам... Это два морских ресурса. Это нам надо вот здесь. Надо, наверное, купить здесь... Строителя уже. Так, а сколько стоит? Ну, надо ещё поселенца купить. Так, этот сюда. Этот у нас сюда. И куплю поселенца, который у нас, видимо, сюда пойдёт. Тут бы, конечно, вот ещё места занять до немца. Так, ну, короче, тут надо покупать поселенца. В любом случае. Буря далеко. А поданы... Значит, тут откладываем производство. Тут всё строится пока. И дальше... Дальше. Железный рудник. Ну, очень я тут не хочу строить ничего. Потому что этот... Хотя, с другой стороны... Он, наверное, не должен сильно снизить. Ну, вот тут он сделает вместо притягивающего обычный. Тут будет два. Вместо четырёх, блин. Ну, и в голове держим, что нам надо будет Эйфелеву башню построить. То есть, она добавляет так приятно престижа. Ладно, давайте потихоньку навигацию по звёздам будем просто пока открывать. Тут откладываем. Я два кораблика точно хочу сделать. Дипломатическая миссия от немцев, с которыми у нас дружба. Крупное наводнение. Улучшило клетки, да. Там немножко мы потеряли жителей и... Раненый... Лучник теперь так. Плюс сто процентов. Блин, подождите. А может мне тогда и убрать... На поселенца? Так, этот прибыл. Ставим тут город. Этот посел... Игра мне вот сюда предлагает. Ну, наверное, реально надо сюда... Блин, или сюда лучше просто. Просто жалко... Всегда жалко лес удалять. Ну, наверное, всё-таки вот сюда я поставлю. И у нас ещё два посела. Так-то... Получаются. Я думаю, что у меня достаточно поселенцев. Я сейчас вот туда попрусь. Причём мне надо вот здесь как-то тоннели сделать ещё. Да. Да, я думаю, мы можем убирать карточку на поселенцев. Значит, точно на кораблики ставим и... Производство, соседство. Может, выкуп клеток? Юнит я не буду. Содержание... Ну, плюс четыре. Так себе. Давайте выкуп клеток, наверное. Или первый посол уже. Да, у нас... Давайте первый посол. Быстренько. Потому что, ну, это всё-таки даётся по науке и производству. Извините, это две науки, получается. Да. И производство. Ну, в чём, по-моему, я, блин, науки вообще практически нету. Какие у них тут задания? Великого писателя, великого полководца. Это всё вряд ли. Передавайте военную традицию. Открою, чтобы карточку просто убрать. Так, и тут у нас, наверное, копейщик будет, да? Наверное, не буду подходить. Я просто знаю, что обычно там копейщики стоят. Надо полечиться постоять. Так, вкускопоселенец готов. Блин, а мне ещё храм Артемиды надо. Чёрт. Совсем забавно. Кстати, а почему в столицу? Он недоступен в столице. Мне надо в Антовалии храм Артемиды. Я же давно хотел его сделать. Пак. Ладно, давайте две галеры. Так, я не следующим ходом, наверное, заменю. Давайте пока оборонительную тактику. А где у нас на... Чудеса? Я должен уже был открыть, по-моему, карточку на чудеса. По-моему, здесь международный... Нет. Да, в трудовой повинности. Два хода строим галеры. Я думаю, что они два хода будут. Как раз сменим на карточку на чудеса. Построим храм Артемида. Я думаю, что в Антовалии это быстро будет. Шесть ходов даже быстрее будет. Теперь, наверное, вкуска. Блин, хочется... Хочется и центр коммерции, на самом деле. И строителя. Но строителя я бы просто купил в Альянтамбо. И покупал бы здесь клетки. Мне надо два морских ресурса обработать. Это как раз в этой... Да, давайте, наверное, здесь покупаю строителя. Куско. Блин, хочется... Так, не залочиваем. Хочется центр коммерции, конечно. Кампус рановато, просто потому что... Еще... Ну, плюс один. Я только на плюс один. Мне кажется, надо сначала правительственную площадь. С другой стороны, под правительственную площадь надо вот это вырубить. Я бы, наверное, вкуска тоже строил ее. А раз вкуска, значит, сначала строителя надо сделать все-таки. Сначала строителя делаем, а потом уже центр коммерции. Позже еще раз, что ли, затопление произошло. Нет, это просто еще повторяется. Так, плюс два. Но мы в темный век, сто процентов. Падаем. А, два хода все-таки галера. Так, давайте тогда оборонительную тактику пока отложим. Теологию, один ход, три религии. Мне кажется, я все-таки должен основать религию. У меня такое ощущение почему-то. Ставлю тут. Пока непонятно, где мне тут ставить заповедники и прочее. Пока так. Так, кстати, смогу в Чан-Чане, наверное, производство на шелк сделать. Вот с мехами, конечно, жалко. Но, опять же, повторю, я же могу обработать, а потом просто убрать улучшение. Чисто, чтобы производство организовать. Так, наверное, и сделаю. Знаете, что меня интересует? А будут ли давать выхлоп клетки из Капахньян? Это тоже важно. Так, я не уверен, кстати, как оно работает. Так, заповедник в Кахамарке. Присоединено, как видите. Ну, рощи мы, конечно же, везде делаем. Тут производства нет. Вот как мы сделаем заповедник, производство появится. Вообще, тут можно просто вот эту клетку еще купить. Мы же поставили карточку на выкуп клеток. Оба. Сразу плюс к производству. Какой икверя. Вообще-то. Простите внимание, сколько у меня веры вход и культуры вход, не построив ни одного культурного и религиозного района. Это, конечно, имба за инков. И тут я вот, ну, просто могу даже сказать, что не так уж и много гор инкам завезло. Обычно их намного больше. Ну, блин, один ход. Ладно, давайте. Ну, иногда жалко клетки тратить. Блин, я уже тут навигацию по звездам почти открыл. Опять я ошибся. Не надо так делать было. Но мы подождем один ход, чтобы он само присоединился. Так, и у нас кораблик следующим ходом. Значит, надо военную традицию открывать, чтобы карточку с корабликов убрать. Тут стоим. Тут я рабочего сначала, чтобы вот эту клетку под правительственную площадь вырубить. Сюда мы идем. Так, в Куско я сколько могу районов построить? Пока у меня тут один только заповедник, да? На 4 второй, на 7 третий, на 9... То есть, а три района. То есть, в центре коммерции кампус и правительственная площадь 100% влазят. Ну, тогда я с центра коммерции начну. И, наверное, сюда я его поставлю. Да, чтобы соседство для кампуса было. Сюда центр коммерции. Тут отойдем, чтобы было с одной клетки. Меня можно было только атаковать. Так, у нас Лян приехала, да? Сколько у нас ходов до конца? Три. Ну, надо покупать, наверное, строителей в этом городе каждый ход. Чтоб по максимуму было... Угу. Так, следующим ходом будем подходить уже к этому лагерю, потому что надо защищать, чтобы тут не появлялись варвары. Ну, нам надо... Лимя вообще поплывет, наверное. Блин, только я хотел сказать, чтобы не появились варвары, и вот они появились. Черт. Ладно, у меня три хода до возможности плыть. Мы поплывем, скорее всего. Вроде коня не... Или ваншоты, тон коня, блин. Слушайте, уже, конечно, латники... Очень неприятно. Наличие латников меня расстраивает очень сильно. Так, что мы тут обрабатываем? Знаете, как мы сделаем? Так. Тут я покупаю строителя. Следующим ходом я встану сюда, обработаю вот этот мех, чтобы тут можно было сразу производство поставить, и через ход, соответственно, отсюда уберу. Иначе мы не будем вот эти бонусы получать. Следующим ходом буду делать. Хотя, подождите, или... Или сделать этим... Коренцы, что мы... Нет, ладно, лучше в следующем. Я хочу сейчас побольше пока получать этих вот всех... Выхлопов. Мне кажется, что сейчас коника моего завалят. А очень бы не хотелось. Вот бы... Вот бы коника не завали. Так, судостроение, навигация по звездам. Открыли. Судостроение открываю. Да, именно судостроение. Мне бы... Так, каменоломню нам негде, по-моему, вообще. Нет, слушайте, вот тут есть. Может, сюда рабочего купить? Да, не будет... Не будет лишнего заряда, но зато будет ускорение. Ну, храм Артемида, я думаю. Блин, я же не поставил... А, так я вот сейчас... Правильно, я сейчас как раз и меняю. Так, где тут у нас... Строительство чудес. Тут строителей оставляем, пожалуй. И сюда... Держание юнитов пока поставлю. И храм Артемида 5 ходов. Так, а вот теперь надо решить, куда мы его поставим. Ну, вообще, мне кажется, можно сюда поставить, а потом здесь, например, театралку. И тут какое-нибудь чудо может еще быть. Смотрите, а кампус мы тут где-то вообще придумали, куда ставить? Два-два-два-четыре. Ага, есть куда. Четыре есть. Ну, мне кажется, храм Артемида. Так, ну, он работает, напоминаю, в четырех клетках. Довольство от лагерей, пастбищ и палатаций в пределах четырех клетках. Значит, смотрим. Раз-два-три. Четыре, возможно. Это не будет работать, не будем считать. Пять, шесть, семь. Ну да, сюда нормально. Вполне. Не знаю, почему компьютер... Мне кажется, просто компьютер не может сообразить, где ему выгодно поставить храм Артемиды. Хотя я видел соборы Василия Блаженного не в тундре. Вот собор Василия Блаженного компьютер почему-то любит строить. При том, что там даже тундры может не быть. Что, построили? Мачу-пикчу. Блин, а вот это, кстати... Жаль. Ну, ладно, мы успели построить... Там всего один заряд застался. Мы пойдем спасем его. Конечно же, потом. Это вот с этого... О, можно выкупить юнит. А, имеется в виду, наверное, выкупить это... А, вызов... Слушайте, я не знал, кстати. Вот это я впервые смотрю, что тут можно вызволять у... У варваров строителя. Ну, бессмысленно. У него один заряд. 135 золота. Тут даже выгоднее, по-моему, купить. 125. 125. Новый строитель 125 стоит. Так что, пожалуй, нет. А вот беремму купить, мне кажется, прикольная штука. Беремма крутой. Сейчас я посмотрю, если мне больше не на что потратить деньги. Я, наверное, беремму куплю. Тут встану на всякий случай. Вот надо повоевать с этими ребятами. Так, вот, я уже нашел, куда деньги потратить. Выкупаем эту клетку, но передаем куска. И... Оба. 10 жителей в куска. Так. Сначала все-таки рынок построю. Уже достиг своего максимума по жилью. Так, значит, как мы делаем? Ставим лагерь. Посмотрите, как сейчас исчезнет все тут. Видите, как сразу грустненько стало. Тут производство, соответственно. И следующим ходом мы лагерь уберем отсюда. Хорошо, что убирание лагеря не тратит заряд. Так, бегал в Антавалю. То есть тут дорога проведена. Я бы в Альянтай Тамбу отправил сейчас. Блин, ну мне надо как-то... Как-то эти... Ладно, надо выкупить, короче, беремму. Отлично. Значительная победа. Напомню, что там берема. Повышенная боевая мощь и очки перемещения по сравнению с галерой 35. А у галеры 30. И что там еще? Защищает от разграбления торговой юниты на воде в пределах 4 клеток. Но это мне не надо. Ну и мне кажется, сейчас наилучшее время поставить лайк этому видео, чтобы я не так расстраивался, что у меня захватили рабочего. И комментарий можно какой-то написать. Также появляются ссылки на мои социальные сети. А если вы до сих пор не подписались на мой канал, то, конечно же, подпишитесь. Кроме того, можно оставить суперспасибо. Это как донат, только вот для записанного видео будет выделено ваше сообщение. Или стать спонсором канала. Благодаря вот таким донатам, спонсорству, я продолжаю выпускать эти видео в это тяжелое время. Спасибо за вашу поддержку, спасибо, что что-то присылаете и вместе со мной ныряете в ЦИУ, чтобы отвлечься от того, что происходит в реальном мире. Спасибо, подписывайтесь, лайки, комментарии, продолжим. Что у нас тут появилось? Янтарь могу. А что, у меня уже закончилась торговля. Так, ну тогда... Не, ну меха я не буду продавать, потому что их сейчас у меня не будет. У них нету редких ресурсов. Так, а мех можно просто отсюда убрать? Ну я бы... Давайте ЦИШУ Хуанди, только без меха, вот так. Так, кстати, можно лошадей продать кому-нибудь. Что-то как-то маловато они предлагают, тогда не хочу. Ну там 3 золота в ход как-то совсем. Ну, кстати, проблемка есть с Артемидой и предприятием, потому что это не будет считаться плантацией, соответственно, не будет давать счастье. И вышли в темный век. Так, грузиться на корабли, то у нас поселенцы поплывут. Производство военных лагерей, гаваней и зданий. Но я гавани еще нигде не начал строить. Наверное, пока не буду ставить. Внутренние торговые пути. Я пока тут ничего не меняю. Возвращаем нашего рабочего. И поплыли. Так, в темном веке. Есть ли у нас шанс религию основать, как вы думаете? Три религии есть. А больше никто не набивает. Но, блин, я думаю, что довольно быстро. Еще до основания как бы далековато. Я бы, наверное, районы все-таки взял. Конечно, два очка добавляет каждый район. Я собираюсь тут много районов сейчас строить. Ладно, давайте каждый район. И... Мы можем засоюзить аншан. Он дает науку от шедевров, которых у нас нет. Можем засоюзить Буэнос-Айрес. Бонусные ресурсы действуют как редкие. Да. Вот это нам точно надо. И киль это чудо? Ага. Блин, походу немец собирается Буэнос-Айрес забирать, но дуболомы против мечников. Это будет интересно на это посмотреть. Так, деревню нашли. Нет, лошадей мы не будем продавать. Куска больше не растет. Стоим лошадью. Ну, я думаю, не должен латник убить мне лошадь. Хочется верить. А почему тут притягивающие? Ну, вообще, вот тут я понимаю, потому что вот здесь рудник, а вот здесь почему? Ну, я имею в виду притягивающие, а не потрясающие. Так, ладно, пойдем, наверное, вырубать вот сюда под кампус. Так, тут убираем. Сразу вернулось. Ну, я думаю, Артемиду мы сможем построить. Что за плантации делать? А этим... Блин, надо было этим пойти сюда на чай, а этим сюда вырубать. так, а куда кораблики варварские уплыли все. Что за дела? Я с вами еще не закончил. Монумент. Рабочего я здесь купил, у меня его украли. Думаю, строить мне еще рабочего или уже гавань делать? 18. Нет, давайте еще рабочего, тем более, что я буду первый район все-таки здесь, наверное, тоже заповедник ставить. Вот сюда. Тут он нормально сработает. А еще и задание создать заповедник, между прочим. Так, теология, оборонительную, оборонительную тактику. Вряд ли мы тут кто-то войну объявит в ближайшее время. А вот здесь ну, пошли пока ученичества. Вообще, у меня два рудника уже сделаны. Буквально один рудник осталось для ускорения ученичества. Блин, тут я хотел, конечно, рабочего каменную кладку открыть. Ну да ладно. Так, а чем я тут стоит он? Нет! Ты какая-то тварь построила. Нет, один ход был. Нет. Не знаю, тут вообще кто-то у нас рядом кто-нибудь с религией есть. Неизвестный, неизвестный. Ну вот и... Так, хорошо, какой религии больше всего? 16-12-1. Католицизм, давайте. Чтобы его осуждали, я имею в виду. И торговые пути ко мне. Я пока внутри городов в любом случае буду отправлять, потому что они мне еду дают к Корее. К Корее плюс 4 и плюс 10 боевые мощи буддизма. Да, слушайте, вот жалко. Реально жалко Артемиду, честно говоря. Но я мог раньше построить, я о ней забыл, прямо скажем. Не буду врать, просто забыл об Артемиде. пошли в госслужбу. Ммм, так, интересно. Ну, я бы уже, наверное, брал, я бы уже, наверное, пингалу в куска, а, соответственно, Магнуса куда-нибудь пересаживал в кахамарку, я думаю. Тут у нас, я вижу, тропические леса, которые мы будем вырубать. Что, продают? Галеру, просто мне галеру неинтересно. могут сейчас убить меня галерну и уровня нету, да? Чисто контролировать, по-моему, беремка. Так, что я хочу этим рабочим обработать. Вообще, где я тут хочу города поставить? Я хочу, наверное, вот на этой реке поставить, скорее всего, сюда, а следующий город куда-то вот сюда вниз, несмотря на лояльность немецкую. Не знаю, тогда верну пока. Вот этих овец надо убрать, потому что здесь у нас будет кампус, я так понимаю. Нет, все-таки здесь на плюс 5 он будет. Ладно, все равно сюда, значит, пойдем. Блин, что ты пройти мне тут не даешь? А, Энтова, Илья. Была Артемида, может, тут другое чудо еще, хоть какое-то. гелик, гавань нужна, колизей, гавань, военный лагерь, гавань, всем нужна гавань. Ну, давайте кампус тогда делать, видимо, на плюс 4. Или гавань, блин. Ладно, давайте гавань. Ну, потому что караваны в нашем случае больше дадут, чем торговец. Так, я в ком-нибудь городе еще могу что-то строить, видимо, ну, так, Вуанако, подождите. Вуанако, наверное, строителя мы делаем. У нас кампус на плюс 4, иногда мы не можем заповедник рядом ставить. Блин, я бы Вуанако вообще священное место бы вот сюда на место этих овец. Ладно, строителя в любом случае, там мы уже решим им убирать. Так, а вкушка что? торговца. Ну, кстати, мы теперь можем, наверное, не из куска. Все равно куска больше всего пока гор в границах. Потому что, напоминаю, у Инка количество еды от торговых путей это количество гор в этом городе. Ну, Вуанако походу надо вот сюда будет ставить. Я бы даже сказал, что это пока единственное место, которое я вижу. Еще можно подумать сюда, но вот тут жалко. Я бы тут лучше вырубал, что-то делал. блин, а как у нас тогда? Немножко вот тут заповедник, конечно, не так можно было лучше явно поставить. Блин, сто процентов к оборонительным. Давайте я же поставлю и где-то надо стены сделать. Я бы, наверное, в Кахамарке блин, там с госслужбы один ход. Может, один ход в куск, но явно за один ход построится. А, я стены даже не открыл, блин. Вот это я поставил, конечно. Ладно, давайте мы, наверное, каменную кладку откроем. И госслужбу я пока отменю, потому что мне еще не с кем в союзе заключать. Нету смысла с немцем мне нечего отправлять. Знаете что? С немцем можно будет культурный. Вот чтобы меня там город не отвалил. Ох ты, выжил. Отлично. Молодец. Держись. Я, наверное, вот так встану. Блин. Мне кажется, теперь можно отсюда бананы и тропические леса убирать. Раз у нас нету Артемиды, нету смысла вот честно говоря. Блин, знаете, искуска как бы тоже сейчас дебильно отправить. У него жилья нету в городе. Может, конечно, амбар построить, но это всего плюс два жилья. А лучше правительственную площадь бы строил уже. Тогда откуда? здесь две горы, здесь вообще пока одна, тут одна. Давайте просто по доступным путям. Из Кахомарки 4. Все-таки из Кахомарки. Из Кахомарки в Куска отправлю в дорогу. Вот так встану. Они только в одной клетке могут атаковать. Мне надо чисто тут высадиться и город поставить. вернусь потом беремой вылечусь. Итого у нас получается 8 городов, да? Нормально? Ну, не знаю, мне вот вообще вот тут неинтересно вообще вот тут неинтересно города ставить. просто настолько не инкские места. Блин. Арбалет. Слушайте, я этот лагерь никогда не убью, наверное. Факт, но это что-то совсем как-то жестко. Мне кажется, вот тут надо стены построить. семь ходов. Так, я хочу наверное вот здесь поставить город. Вернемся. так, а тут я наверное надо скаутом держать место. Так, феодализм. На два действия больше строители получают, а я строителя встрою, да? Федерик Барбарус хочет мне чай продать, но у меня свой будет. Со слоном. Сейчас еще одна роща будет сделана. Блин, вот тут сейчас будет вообще обалдеть. Хотя надо будет вот эту клетку выкупить. Блин, вот эту карточку надо уже поменять. Ладно, давайте феодализм откроем. Все-таки. Плюс тут еще фермы и плантации за соседств. Ну, опять же, нету ни ферм, ни плантаций нигде. Какое-то задание Наска выполнил. Фиг знает. Так, уже четыре религии, но больше пока никто не читает. Пошли мы за этим за племенным поселением этим сходим. Что оно там бедненькое лежит, никому не нужное. 87, 95 и 73 науки по сравнению с моими 21. Не, ну, я уже как бы планирую кампуса в тех городах, которые есть. А города у меня растут, соответственно, я могу много районов построить. Так, ну, вот строители два действия получают. Я думаю, да, знаете что, давайте, во-первых, сменим правление. Сейчас поатакуем, потому что пока я 20% все еще получаю опыта. Вернемся, вылечимся. Так, больше вроде тут нам юнитами некого атаковать. Правительственная площадь есть. Зал для приемов сначала, потом кампус тут. Так, во-первых, я еще могу губера либо прокачать, либо взять. наверное, надо брать в Чан-Чан Рейну или у Анака, чтобы быстро... Ну и тут я выкуплю наверное клетки. Чан-Чан. Дальше. Вышел ли немец в союзы? Мне вот интересно. Я думаю, да. Я думаю, должны были они выйти в союзы, так что госслужбу открываем. Мне нужен культурный союз с немцем. О! Роща построилась. Смотрите. Там, где у них объединяются их эти, смотрите, какие выхлопы. Нормально, да? Просто какие клеточки. Фантастичные. Так, вот эту клетку надо выкупить. Ага. Так, бонусы устремления. Блин, ну думаю, что вот этим рабочим черепашек попробовать обработать. меняем правительство на античную республику. Чудеса нам тоже не нужны. Два влияния ставим. Дальше. Строители два действия. Соседство кампуса еще рано. Блин, надо было стоимость. Я что-то думал, что у меня стоит стоимость покупки клеток. Черт. Очередное. Так, ветеранство. Что мы там гавани и маяки строим. Ну и, блин, надо все-таки 100% оборонительных зданий сначала. Ладно. Тогда, тогда, ладно. Уменьшает стоимость покупки клеток. возьму. Мне надо где-то стены. Вот я в кахомарке хотел. Два хода, видите? Инженерное дело ускорим. Таким образом. Вот этот лагерь варваров очень болючий тут, честно говоря. За один ход стены построил. Так, союзы открылись. Да, за один ход. Что, можно? Да, можно союз. Так, хочу культурный. 8 золота вход, но надо платить в нашем случае. Что поделать? Видите, сразу пропала лояльность. Ставь город где хочешь, называется. А где я хочу? Это вообще далековато. То есть, в принципе, тут вообще два города должно влезть, но мне только один, наверное, имеет смысл ставить. Пока вниз идем. Дополнительный караванчик открылся. Так, ну тут инженерное дело, конечно. Это я тут маяк построил. Возвращаемся кораблями вылечиться. Почему мы только... Так, а у немца с другими хорошие отношения? Скорее хорошие и с кем-то плохие отношения, которые... Кого мы не встретили. Очень странно. У нас еще кто-то есть на континенте. Видите, кого я не встретил до сих пор. Так. Во-первых, нужен караван. Правда, я думаю, его, наверное, купить надо. С другой стороны, мне очень хочется купить вот эти клетки и священное место построить. А с третьей стороны, тут варвары. Черт. Реально не знаю, что делать. Ну, в Куско сейчас появится жилье, потому что я построю зал для приемов. Это плюс четыре жилья с губернаторами. И Пингало сюда приедет. Поэтому я думаю, что надо тут торговца покупать. Просто покупать. Соответственно, в Антовалье покупаем вот эту клетку и кампус ставим. Кахомарки, древние стены. Вот тут бы я, тут бы и амбар не помешал, хотя время и для центра коммерции тоже. И кампус там. Но у меня пока нету денег эту клетку выкупить. я сюда уже приперся. Так, а у меня никто ничего купить не хочет? Нет, вообще нечего продать, они одни лошади. Черт, ладно, давайте пока амбар тогда. Ждем деньги. Ну, сейчас надо было вот это все, что я купил, это надо было покупать, конечно. и тут еще черепахи надо купить. Тут шелк надо обрабатывать. Строителей много не бывает, особенно в шестой циве. Дальше пойдем. Нету смысла теологию открыть, у нас нету религии, то есть она ведет дальше в те цивики, которые нам не нужны. Поэтому пока средневековые ярмарки, потом на гильдии переключимся, у нас должно быть два рынка где-то, ну и четыре торговых пути тоже должно в принципе скоро быть, мы должны это все ускорить. Красиво пока заповедники у меня тут работают, три заповедника, вот тут, вот эти две клетки у меня пока не фонтан. Наверное, пока ничего не меня... А, ну конечно, оборонительные... Блин, реально забываю постоянно. Вот покупку клеток я, пожалуй, оставлю, а вот вместо оборонительных зданий что нам поставить? Изоляционизм еще рано, мне надо ставить города. Действующие губернаторы, получившие повышение, дают довольство и жилье. У нас пока только магнус с повышением, мне кажется... Мне кажется немножко странно. Вассалы, кстати, в городах с гарнизоном. Наверное, надо вассалы поставить, пока счастье всегда... Всегда в тему шестой циви. Ну и на этом, пожалуй, серию завершу. Спонсоры канала могут продолжение прямо сейчас поискать в плейлисте, должно уже быть для вас. Для всех остальных оно выйдет завтра, спасибо за поддержку. Блин, чекуи-то тут варвары начинают осаждать. Вот это неприятненько. Продолжение завтра будет, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. На этом все, играйте в умные игры, слава Украине, живи-беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку, до следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok